В предыдущих моих видео мы с вами обсудили как правильно защищать повозки. В этом же видео я расскажу секреты успешной атаки на повозки. Всем привет, с вами Готи Ка и это Сократ. Первым делом для успешной атаки на повозки вы должны понимать, что это ПВП. ПВП соревнования, ПВП режим и вы должны быть готовы к этому, то есть максимальное использование тоников, очищенное оружие, это и так все понятно. Если вы одиночка и вам тяжело грабить повозки в одиночестве, обязательно вступайте к нам в дискорд, обращайтесь к ПВП инструктору Дэвилу Госту, который поможет вам сориентироваться и подберет вам пати для грабежей. Это что касается, если вы соло игрок. И если у вас уже есть отряд из 4-5, а лучше всего 7 человек, эти правила прямо таки для вас. Как я уже упомянул ранее, самое выгодное это конечно же использование всех видов тоников, всех видов лекарств для буста здоровья. Ваша основная задача сделать один заход, то есть с одного захода перебить всю охрану, сесть на телегу и уехать. То есть навязать бой там, где выгодно вам, то есть если вы стреляетесь на дальней дистанции, то есть это на открытых пространствах. Если вы стреляетесь на короткой дистанции, то это лучше подождать где-то и в лесу телегу, я имею ввиду, либо в городе и навязать им бой на выгодных вам условиях. Потому что враг везет по своему маршруту, а вы уже более-менее представляете куда он идет. Самое важное правило это узнать, а где собственно находится повозка. На данный момент существует два способа. Это случайно встретить сессии и случайно встретить сессии в Валентайне. Вы находитесь в Валентайне и видите по всей карте, как передвигаются собственно повозки. Для этого надо быть не в безопасном режиме, а в режиме агрессивно. То есть достаточно в меню L ничего не менять и вы по умолчанию будете в агрессивном режиме. Значит вы сидите в Валентайне, ваша пати прыгает также по Валентайну, вы ищите повозку и соответственно когда вы ее находите, кричите, что вы нашли повозку, люди собираются рядом с вами, вы обсуждаете маршрут. Здесь важно выставить грамотно перки, выставить грамотно скиллы, об этом можно посмотреть в моих предыдущих видео, а именно командный билд, которому я рассказывал как лучше всего использовать билд саппорта, билд дд, билд танка, как они взаимодействуют в всех предыдущих роликах. Основная задача это напасть неожиданно, молниеносно и убить всех сразу. Лучше всего использовать разрывные стрелы для ликвидации охранников, а именно лошадей и наездников. Основная задача убить лошадей, для того чтобы игроки респаунились за телегой голыми, им надо было перевызывать другую лошадь, если они у них есть, если у них их нет, то это будет дохлая кляча. То есть в любом случае при помощи разрывных и взрывных патронов надо уничтожать лошадь, то есть мы первым делом убиваем лошадей. После того как вы ликвидировали непосредственно все угрозы, мы садимся двумя людьми на телегу. Один едет, второй, в случае если убьют кучера, так сказать, то он заменит и не будет заминки между телегами. Один человек идет с ними на сопровождение, четыре удерживают охрану непосредственно с самого каравана, на который вы напали. То есть иначе этого никак не добиться, надо именно сделать одну молниеносную атаку. Чаще всего если вы нападете и не украдете телегу, она будет одна в поле стоять, чаще всего это заканчивается тем, что вы перестреливаетесь возле этой телеги. Тут есть два варианта, если вы чувствуете, что силы с врагом идентичны и вам никак не удается их перестрелять и сесть на телегу, то взрывайте телегу, из нее выпадут мешки и угоняйте хотя бы по мешку. Напоминаю, что целая телега, неважно какая она полная, средняя или маленькая, дает вам 50 материалов на весь отряд. То есть каждый член отряда получит по 50 материалов. Если же вы угнали мешок, то каждый мешок это 10 материалов, то есть 4 мешка это 40 материалов. В принципе не так уж и плохо, профитно конечно, с телеги ее проще за раз завести, чем 4 мешка таскать. Иногда бывает, что мешки багаются и попадают под текстуры. Бывают баги с телегами, что просто тупо не начинается квест. То есть вы видите телегу, вы к ней подходите, но квест на ее атаку не начинается. В этом случае здесь ничего не сделать, квест просто-напросто не начнется. И вы не сможете ее угнать. То есть вы просто перебите всю охрану, убьете телегу и ничего в этом не даст. Поэтому абсолютно важная задача для этого, это подготовить отряд, сконцентрироваться на атаке и сделать один ход конем, так сказать. Вы проход кобры. В конечном итоге, если вы хотите участвовать в таких мероприятиях, в пвп, именно в мероприятиях по угону других тележек, обязательно заходите к нам в дискорд. В ру-сегменте мы единственные, кто этим занимается на ПК. Больше я, соответственно, других отрядов не видел. Может быть, они и есть, но, к сожалению, я их не видел. И это более-менее может разнообразить игру, за исключением чисто морально-этических соображений, потому что иногда бывает такое, что тележку везут 2-3 человека, а вы всемиром при полном вооружении их просто воруете. Но тут основная задача, конечно же, спереть материалы, чтобы перевести, чтобы потом продать, чтобы получить шмотки и сделать модный приговор, новую серию, так сказать. В конечном итоге, ребят, подведу итог. Основная задача это сделать максимально быстрый проход, уничтожить врага, сесть на телегу и ехать. Вроде бы в теории звучит все здорово, но на практике иногда получается полная чухня. Главное, не разделяйтесь, не отбегайте от лидера. Если кто-то один начнет бой, в отряд уже не вступить. То есть вам надо прыгнуть в сессию, вступить 7 человек в отряд и после этого начинать бой. Ни в коем случае не бегайте поодиночке. Если вы спалитесь о том, что вы нападаете на телегу, то враг уже будет готов и вас просто он не подпустит. Ваша задача неожиданно, молниеносно вошли и вышли фактически. Вот и все.